Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Четвергов, я являюсь организатором некоторых соревнований и путешественником. Сегодня я вам расскажу и покажу, как правильно одеть и подогнать рюкзак под себя. Первым делом нам нужно подобрать правильный рюкзак изначально по размеру. Рюкзак выбирается как одежда. У него есть размеры SML, а если такового нет, то на помощь нам приходит вот такая универсальная система подвески, которая учитывает весь ваш рост и ширину плеч. Но я такой системой не люблю пользоваться. Я люблю, когда рюкзак подходит точно для меня. Именно при этом условии я могу комфортно переносить груз в течение всего дня и не думать, что за моей спиной. Итак, я знаю свой рост, и теперь мне нужно узнать, какой мне выбрать рюкзак. Обычно с моим ростом 170 см подходит рюкзак формата S, иногда M. Людям выше 170 до 180 обычно подходит размер M. Людям под 190 и по 2 метра L. Размер рюкзака – это очень важная история. Она исходит из длины спины от начала крепления лямки до нижней части пояса. Приблизительно это то же самое расстояние, что от плеча до, грубо говоря, подвздошной кости. Именно в этом промежутке мы должны уложить весь основной объем рюкзака. Второе действие. Самое главное – правильно и организованно уложить все содержимое в рюкзак. Как это сделать? В другом видео. У нас сейчас правильно собран рюкзак. Все самое тяжелое мы максимально близко приблизили к спине. Что делаем дальше? Дальше дел замал. Накинуть рюкзак на плечи и с помощью всевозможных регулировочек, благодаря этим регулировкам, рюкзак станет максимально легким и комфортным на вашей спине. Для этого первым делом мы расслабляем те настройки, которые были на рюкзаке до этого. Вдруг там кто-то, большой человек его мерил или носил. Начинаем все сверху. Начинаем с лямок. Кто-то, конечно, говорит, что надо начинать с пояса. Но первая итерация – это лямки. Мы делаем так, чтобы все изгибы рюкзака совпали с нашими изгибами спины. Делается простым движением. Движение называется «вниз-назад». Это из физкультуры. Соответственно, мы понимаем, что более-менее приблизительно по высоте рюкзак находится на том уровне, в котором нам более-менее сейчас удобно. Следующим этапом, обязательным этапом – это работа с поясом. Пояс должен прилегать максимально плотно и жестко. Пояс не должен висеть на пояснице, он не должен висеть на ягодицах. Он должен висеть у вас на подвздошных костях. Именно поэтому мы сначала отрегулировали верх. Понять, что вы правильно разместили пояс, можно понять только, когда вы затянете пояс окончательно. Он висит у меня сейчас сверху на костях. Это отличный вариант. Ваш центр тяжести приблизительно здесь. Центр тяжести рюкзака вот здесь. Мы его так уложили. Поэтому эти две точки должны быть максимально близко друг к другу. Пояс затянут на подвздошных костях. Теперь подходим к итерации с лямками. Вторая итерация подгонки лямок должна привести к тому, чтобы мы под плечо могли тихо, спокойно повомстить руку. В данной ситуации я это не могу. Поэтому я беру и еще немножечко приподнимаю рюкзачок. Ну, либо распускаю лямочки. Все, у меня рука проходит. Значит, лямки не висят у меня в районе плеча. Дальше, чтобы рюкзак вас не откидывал назад, конструкторы придумали замечательную вещь. Противоткидные лямки. И самое главное, здесь не переборщить. Потому что все совершают одну простую замечательную ошибку. Делают вот так. А здесь у вас артерии. При такой затяжке через 30 минут правая рука или левая у вас начнет немить. Делаем так, чтобы лямки не сдавливали грудь и плечо. Поэтому противоткида нужно настроить таким образом, чтобы этого давления не происходило. Либо оно было минимальным. Я могу поместить сюда ладонь. Пояс висит у меня на подвздошных костях. Рюкзак собран с точки зрения моего центра тяжести. Мне кажется, я готов пойти в поход. Соблюдая такие простые правила, вы комфортно вместите рюкзак на вашей спине. Желаю вам легкого и комфортного рюкзака.